Привет, Амичи! С вами Наталья, автор проекта для влюбленных в Италию и Тамару, и добро пожаловать на мой канал. Это ваша любимая ежемесячная рубрика «Планируй и делай со мной», где я обычно обозреваю все свои достижения или их отсутствие предыдущего месяца и рассказываю о своих планах на текущий месяц. Вы можете увидеть, что у нас есть нововведение. Здесь я купила петличку, микрофон. Надеюсь, что звук теперь вам будет нравиться больше. В своих предыдущих выпусках «Планируй и делай со мной» я уже говорила вам, что я использую обычно два ежедневника. Это такой большой ежедневник, точнее, это даже не ежедневник, а такой большой блокнот для планирования каждого месяца, где я просто по пунктам расписываю свои цели, и вот такой ежедневник, который именно ежедневник, то есть каждая страница у него посвящена определенному дню, где я расписываю все дела, которые мне необходимо сделать за день, чтобы идти как раз-таки планомерно к этим целям. Прежде всего, по традиции, мы подведем с вами итоги предыдущего месяца, то есть января, и должна сказать, что, если честно, это был далеко не мой самый любимый месяц. Январь получился достаточно таким тяжелым месяцем, но я хочу просто поделиться с вами своими наблюдениями, чтобы вы и для себя сделали вывод, что не всегда все однозначно, то есть нам может казаться что-то негативным, но мы часто забываем замечать и позитивные моменты. И в январе у меня был именно такой месяц, когда было много всего, что пошло не так, но также были и прекрасные события, о которых иногда я забываю и фокусируюсь только на негативе. Самым неприятным моментом января было то, что я достаточно сильно заболела в конце января, буквально на неделю, можно сказать, я очень плохо себя чувствовала, не знаю, что это был грипп какой-то, или ковид, или что-то еще, это уже не важно, но я пролежала дни пять с температурой, прям пролежала конкретно, и потом еще достаточно долго восстанавливалась, поэтому, конечно, этот факт сильно подорвал многие мои планы. В том числе очень обидно, что у нас в январе с мужем была запланирована поездка в горы, чтобы кататься на лыжах на четыре или пять дней, я уже даже не помню, но из-за болезни мы смогли приехать туда только спустя два дня, то есть на последние три дня, и я, конечно же, не каталась на лыжах, потому что я была еще пока в слишком плохом состоянии, я вообще приехала туда еще с температурой, поэтому я просто гуляла по возможности, дышала горным воздухом, что, опять же, обидно, что такая прекрасная запланированная поездка сорвалась, но, скажем так, мне кажется, в любой ситуации нужно использовать то, что можешь использовать с тем, что у тебя есть. Как бы в тот момент мое состояние позволяло только такой отдых, и спасибо на этом хотя бы я не осталась в Милане дышать грязным воздухом. Я вообще видела в интернете, что не только у меня январь был странным месяцем, много было шуток на тему того, что это такой, знаете, free trial месяц, то есть как бесплатный месяц использования, потому что для многих это был странный, непродуктивный, даже немного депрессивный месяц, и я тоже была не исключением, так что если у вас такое же было чувство, вы не одиноки, но, опять же, я говорю, что во всем есть свой позитив, потому что, несмотря на все негативные стороны, например, в январе из позитивного я стала тетей, то есть такое прекрасное событие, оно, мне кажется, гораздо важнее, чем какие-то там неисполнившиеся цели и так далее, и о таких вещах не стоит забывать. Прежде чем перейти к итогам января, я хочу рассказать вам смешную историю вообще того, как я заболела, потому что, не знаю, меня это смешит. Сейчас уже, когда мне гораздо лучше, короче, тема была в том, что мой муж приехал из командировки уже прослуженный, и, возможно, он мне передал какую-то свою простуду, и я в целом чувствовала себя достаточно нормально, но потом я вспомнила, что перед тем, как ехать в горы, мне нужно померить мой старый лыжный костюм, которому уже 5 лет. И я померила этот лыжный костюм и поняла, что я просто в него капитально не влезаю, то есть за эти 5 лет я немного поправилась, что в целом абсолютно окей, потому что, как бы, я женщина, и вообще наше тело меняется, то есть такое может случиться. Плюс я помню, что я этот костюм покупала очень как-то, так знаете, супер впритык, там уже такая была приталенная модель, и я даже помню тогда, когда я его купила и надела первый раз, он был мне уже очень-очень плотно, как бы посадка была очень плотная. И, короче, в этот раз я в него не влезла. И я в целом в тот день чувствовала себя нормально, не знаю, может, максимум пару раз чихнула утром, и я так разозлилась, что я пошла просто тренироваться 2 часа подряд в спортзале. Я в целом тренируюсь достаточно часто, но там я прям такую ударную тренировку себе сделала, потому что я именно очень сильно разозлилась из-за этого лыжного костюма. Ну и на следующий день я проснулась с температурой. Видимо, мой организм снизил защиту из-за такой убойной тренировки, и какая-то простуда все-таки до меня дорвалась. Не знаю, почему, мне реально от этой истории смешно, потому что даже мой муж надо мной шутил, что я так сильно разозлилась из-за этого лыжного костюма, что заболела. Но это просто такая небольшая фан-стория из жизни, и теперь пора переходить к итогам января. Я сразу расскажу, что получилось и не получилось сделать в январе из-за планированного. Я сделала в январе 11 тренировок в спортзале из 16 намеченных, несмотря на то, что я заболела. То есть до того, как заболеть, я очень интенсивно тренировалась, и это классный результат. На самом деле, после каникул я достаточно хорошо влилась в спортивный режим. И самое главное, что одна из моих целей на прошлый месяц была попробовать новые виды спорта. И я попробовала бокс, который мне супер понравился. Это стала просто моя любимая тренировка из таких интенсивных групповых тренировок. И очень обидно, конечно, что после болезни я не могу пока сразу вернуться к боксу, потому что это слишком интенсивная тренировка, чтобы делать ее на такое уставшее, знаете, после болезни тело. Я сходила уже в спортзал несколько раз после болезни, и я прямо чувствую, что у меня гораздо меньше сил, и нужно еще немного восстановиться. Поэтому я пока не гоню коней. Но классно, что я попробовала бокс. У нас в спортзале в прошлом месяце. Это было для меня что-то совершенно новое, и я была в восторге, так что я буду продолжать этим заниматься, как только мне позволит здоровье. Следующие цели были посвящены YouTube. Я напоминаю, что помимо этого моего русского канала у меня есть еще английский канал, поэтому некоторые цели относятся к нему. И ссылку на мой английский канал вы можете найти в описании. В январе я сделала два длинных видео, опубликовала два длинных видео на своем английском YouTube из пяти запланированных, что, конечно, мало. Но, опять же, поскольку я реально заболела, сильно, скажем, дней 10, наверное, из месяца просто вылетели за счет этого, поэтому два видео – это уже что-то лучше, чем ничего. Но, конечно, учитывая, что моя цель – это дойти до монетизации на английском YouTube, мне нужно поднажать с контентом, но в прошлом месяце получилось вот так. Также я хотела сделать упор на шортс, но это, опять же, очень такая интенсивная работа, и, к сожалению, из шортс я опубликовала только три на своем английском канале из пятнадцати намеченных. Это, конечно, такой себе результат, но, опять же, я говорю, январь выдался не самым приятным для меня месяцем, поэтому имеем то, что имеем. Зато у меня был план сделать четыре длинных видео на русском YouTube, и я их сделала. Одно из них – это было мое интервью на английском радио, которое я перевела на русский, но я все равно его считаю, потому что это все-таки был новый загруженный контент. Так что по цели по русскому каналу на YouTube я сделала на сто процентов, в плане длинных видео, я опубликовала четыре из четырех намеченных. Но зато из шортс я опубликовала только один шортс из пятнадцати намеченных, потому что просто я, можно сказать, практически ничего не снимала из коротких видео на русском языке. Следующий пункт, цель была в январе посотрудничать с двумя блогерами для моего бренда, и, к сожалению, я этого не сделала, я не сотрудничала с блогерами, но, опять же, я говорю, месяц был странный, и помимо болезни, эта болезнь меня еще немножко подкосила, потому что мне было реально очень плохо, я понимала, что многие дела я просто не могу делать, естественно, из-за физического состояния, и это в том числе подкосило немного мое и психологическое состояние, я была не в самом лучшем настроении, совершенно, я бы сказала, не вдохновленном, поэтому, конечно, с блогерами мы не посотрудничали, но я договорилась об одном сотрудничестве, которое я перенесу на февраль. Также была цель разработать одну новую вышивку для коллекции «Весна-лето», я это не сделала, поэтому, опять же, это переносится на следующий месяц. Также была цель разобрать гардероб и продать ненужные вещи на «Виндет», это я не сделала, просто ни сил, ни желания заниматься разбором гардероба у меня не было, честно скажу, поэтому, опять же, эта цель у нас остается пока в подвешенном состоянии. Также была цель поработать со своим стилем в плане того, чтобы креативнее начать к нему подходить, как-то экспериментировать с сочетаниями, докупить чего-то, что мне не хватает в гардеробе и так далее. Опять же, из-за физического состояния эта часть не была сделана, но это, знаете, такой долгосрочный проект, которым я хочу в целом заниматься в этом году, потому что работа над стилем — это, знаете, не однодневные занятия, это такой процесс креативный. Также одна из целей на январь была экспериментировать с контентом, то есть более как-то креативно, артистически себя проявлять в контенте. Опять же, для этого мне нужно подобающее физическое и особенно психологическое состояние, потому что, естественно, креативной идеей, знаете, какое-то вдохновение, оно не лезет в больную голову, поэтому это вполне логично, что это мне не удалось, но все равно контент я делала и достаточно на хорошем уровне. Также была цель на январь оживить свой русский инстаграм, который я немного забросила, и сделать там 10 постов, но из них я сделала всего два, но зато я достаточно хорошо работала со сториз, потому что это тоже была одной из целей, оживить стори-тейлинг, работать лучше со стори-тейлингом в сториз, и в целом я достаточно много интересного и красивого контента публиковала именно в сториз, так что это получилось, но, конечно, над количеством постов нужно было еще работать. Также у меня есть английский инстаграм именно моего бренда, где я публикую материалы, только связанные с моим брендом одежды и аксессуаров, и там я хотела сделать 11 постов, из которых я сделала 8, что вполне неплохо, то есть достаточно живой был аккаунт в январе у меня, и была цель такая, знаете, которая не всегда от меня зависит, точнее, вообще она не может зависеть от меня на 100%, но у меня была цель дойти до 5000 подписчиков в своем английском инстаграм-бренда, и я дошла до этой цифры в январе, так что эта цель выполнена, и это классно. Сейчас у меня уже там почти 5,5 тысяч, то есть аккаунт растет очень быстро, и это приятно. В общем, как мы видим, январь получился так себе, наверное, из всех моих предыдущих видео «Планируй, делай со мной», у меня больше всего пунктов не получились за этот месяц по сравнению с другими месяцами, но опять же я говорю, здоровье – это самое важное, и, к сожалению, когда его нет, то все остальное тоже отсутствует, поэтому хорошо хотя бы, что я уже поправляюсь, точнее, я еще пока немного кашляю, но я уже практически на 100% поправилась, и это самое главное, плюс, я говорю, не забываем, что практически всегда, даже в месяцах, которые нам кажутся какими-то непродуктивными или негативными, всегда есть что-то хорошее, просто мы часто об этом забываем. Например, для меня самое важное событие января было, что у меня родился племянник, и это самое главное, скажем так, в этом месяце, остальные рабочие дела, их можно наверстать и в другое время. Это были все пункты января, которые я выполнила и не выполнила, и перейдем теперь к моим целям на февраль, которые уже идут, конечно, эти цели я уже выполняю постепенно, что-то я уже сделала из этого списка, но я оглашу вам весь список. Итак, в феврале, как всегда, я в каждом месяце начинаю, в первую очередь, со спортивных целей, потому что, как я говорю, и как уже стало понятно, без здоровья невозможно делать что-либо, поэтому физическое состояние, спортивное тело, вообще здоровье и присутствие энергии – это самое главное. Именно поэтому, в первую очередь, у меня всегда спортивные цели в моем списке. поскольку в феврале я буду достаточно много путешествовать на какие-то выходные, и также поеду в Россию на достаточно долгое время, поэтому мой список, он такой достаточно скромный, я не стала планировать себе какие-то грандиозные цели, потому что я понимаю, что в разъездах многие вещи я не могу делать, и это нужно учитывать. Нужно в целом всегда подходить реалистично к своему планированию, потому что можно запланировать там, не знаю, 50 тренировок, но если у вас не будет полмесяца в городе, и вы не можете ходить в спортзал, конечно, это, знаете, малореалистично. Поэтому я на февраль себе запланировала только 11 тренировок, но это уже хорошая цифра на месяц, которой, мне кажется, вполне достаточно, чтобы держать себя в форме. И помимо тренировок, у меня не то чтобы прописан прям этот пункт, хоть она будет его добавить. Но я хочу поработать еще немного и с питанием. В первую очередь я хочу уменьшить количество углеводов, потому что когда я, естественно, хожу там в рестораны, мы встречаемся с друзьями здесь, в Италии и так далее, то сложно питаться как-то супер правильно. Это всегда когда какая-нибудь паста, пицца или хлеб или десерты, просто потому что в Италии такая жизнь. И, конечно, это может сказываться на форме, если часто какие-то бывают выходы в свет и так далее. Поэтому я хочу в этом месяце немного так сконцентрироваться на том, чтобы просто почистить немного свое питание, не сидеть на какой-то диете, но сделать его легче. В первую очередь убрать всякую выпечку, хлеб, десерты и прочее. Итак, переходим к целям по YouTube, которые у меня присутствуют каждый месяц, потому что YouTube и вообще мои соцсети — это двигатель моего бизнеса. Поэтому для меня это важно. Я всегда на каждый месяц планирую количество контента, которое я хотела бы сделать. Опять же, в этом месяце я буду много путешествовать. Я знаю, что когда я путешествую, у меня не получается делать именно какой-то длинного формата контент. Сложно снимать на YouTube. Конечно, я это учитываю, поэтому в этом месяце я запланировала на февраль всего 4 длинных видео на русском YouTube, что на самом деле немало, потому что если я буду выпускать хотя бы одно видео в неделю, это уже достаточно хороший ритм. Также я хочу опубликовать 10 русских шортс, то есть коротких видео на YouTube. Над этим нужно поработать, потому что на самом деле я поняла, что мне во многом длинный формат снимать и вообще придумывать легче, чем короткий. Это странно, но есть у меня такая особенность, поэтому над шортс мне надо прямо поработать. Также на своем английском канале YouTube я хочу сделать тоже 4 длинных видео, чтобы тоже выходило где-то по одному видео в неделю, и также 10 шортс на английском YouTube. Потом я хочу сделать хотя бы одно сотрудничество с блогером по своему бренду, и на самом деле я уже нашла блогера, очень забавная девушка, и я думаю, что в этом месяце мы с ней наконец-то договоримся и посотрудничаем. Также следующий пункт. Я хочу разработать 2 вышивки для коллекции «Весна-Лето». Я решила, что я в этом сезоне, в новом, не буду выпускать какое-то огромное количество новых моделей, но я абсолютно точно выпущу несколько новых дизайнов в таком ключе, который знаком уже моим клиентам, но это будут новые дизайны вышивок, и 2 из них мне нужно будет уже разработать в этом месяце, чтобы запустить их в производство потом. Следующий пункт. Не знаю, насколько хорошо, скажем, спланированный, потому что это достаточно сложно оценить в каком-то количественном ключе, но в целом я хочу, как было запланировано и на прошлый месяц, более креативно подходить к контенту и к своему стилю. Вообще в целом немного разблокировать свою креативную сторону, которая в последнее время стала слишком рациональной, и мне это не нравится. Я хочу творить, скажем так, более свободно, больше экспериментировать и не бояться экспериментировать. Также я хочу сделать новую фотосессию для моего бренда с одеждой на новую тему. Не знаю, хочу подобрать какие-то новые локации, какую-то придумать новую историю. В общем, мне нужен свежий контент для моих страниц бренда и на сайт в том числе. Что-то может быть весеннее, поэтому есть цель сделать хотя бы такую небольшую фотосессию со свежей темой в этом месяце. Следующие цели, как всегда, по моему Instagram. И я хочу сделать в этом месяце 10 постов в моем русском Instagram, потому что, опять же, я хочу оживить эту страницу, хочу больше радовать своих русскоязычных подписчиков вообще контентом, потому что я в прошлом году гораздо больше фокусировалась на выход на иностранный рынок, и на это уходило очень много моих сил, но результаты были, и это приятно, и они есть до сих пор. Но мне нужно обратно вернуться к моей аудитории, с которой вообще начался мой проект, который я очень ценю, поэтому я хочу быть активнее в своем русском Instagram и хочу опубликовать 10 постов в этом месяце. Также я хочу сделать 12 постов. Это могут быть посты с фото или Reels, то есть любая публикация в виде именно поста. В моем английском Instagram бренда, на той странице, которая посвящена именно только моему бренду одежды и аксессуаров. И также я хочу улучшить там storytelling stories, потому что пока я не публиковала там ничего такого прямо в виде длинного какого-то сложного storytelling, это просто были отдельные посты в stories, но я хочу поработать над качеством именно storytelling в stories. И последний пункт, скажем, цель на февраль, это начать работу над каким-нибудь новым продуктом для моего интернет-магазина. И у меня уже есть некоторые идеи, но эти идеи для меня, это очень новые для меня продукты. Сразу могу сказать, это не одежда и даже не аксессуары. Точнее, нет. Кое-что, наверное, можно отнести к аксессуарам. Но, в общем, это такие две идеи, которые у меня есть. Это такие совсем новые для меня вещи, которые, естественно, ко всему новому у нас в начале сопротивления. Это сложнее делать. Но в феврале я хочу хотя бы начать процесс работы над одним из этих продуктов, чтобы все-таки как-то двигаться вперед. Потому что я считаю, что всегда нужно двигаться небольшими шагами. Главное начать, потом уже как-то все само продолжается. Поэтому очень важно в этом месяце начать разработку нового продукта. Итак, это все мои цели на февраль. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Оно такое получилось достаточно быстрое, потому что, как я сказала, прошлый месяц не порадовал особо продуктивностью, а февраль у меня будет очень такой месяц в движении. Я буду в разъездах. Поэтому все, что я запланировала, я запланировала, знаете, в таком объективном ключе. То, что я объективно могу сделать, чтобы потом в конце месяца, когда буду подводить итоги, не расстраиваться, что я не сделала слишком много. И вам советую тоже свои цели как-то планировать объективно, исходя из вашего образа жизни, из того, какой у вас сейчас период жизни. Потому что, опять же, можно напланировать всего грандиозного, но если в результате вы это не делаете, то в конце месяца у вас будет неудовлетворенность с собой и своими результатами. Хотя, если посмотреть на все объективно, у вас просто не было возможности сделать все, потому что вы там были в поездках или, не знаю, может быть, не позволяло здоровье и так далее. Так что всегда учитывайте это при планировании. Спасибо, что посмотрели это видео. Увидимся с вами совсем скоро. Я сделаю обязательно еще видео, посвященное прошлому году. И такое видео наставление для вас и для себя на этот год. Именно не по месяцам, а на целый год. Так что ждите эти видео и другие видео, блоги и всякие разные видео на моем канале. Спасибо, что вы со мной. Чао. Спасибо.